Всем привет! Меня зовут Кирогиена, и если кто не подписан на меня и не знает этого, мы с вами дождались. Достало время украшать всё к Хэллоуину. В этом году я снова буду репить украшения для Хэллоуина самостоятельно. Да, маркетплейсы бегут впереди, и в них появилось очень много классных штук для Хэллоуина, но для меня они выглядят всё ещё недостаточно хорошо, поэтому я решила срепить всё своими руками. Хуже уже точно не получится, поэтому попробуем сделать что-то получше, чем мы можем найти на этих самых маркетплейсах. Ну, если говорить просто, то я просто смотрела всяких американских рилсов про украшения Хэллоуина, там всякие идейки в Пинтересте и прочее, и как-то уже не катит то, что предлагает нам Вайлдберрис или Озон. В этом году мы снова пошли собирать ветки, но не как в тот раз. Во-первых, в этот раз мы собрали их быстро, потому что знали, где искать. А во-вторых, в этот раз нам нужны конкретные, более гибкие ветки, чтобы сделать из них венок. Если вкратце, то задумка была изначально другая. Я планировала сделать большой венок, покрыть его марлей, повесить на марлю пауков, и от пинка по углам разлетающиеся летучие мыши, короче, сложно сочинённая конструкция, которая должна была висеть на люстре. Но получилось всё немного не так. Ну, короче говоря, люстры не внушили мне доверия, я залезла на стремянку, подёргала их уже после того, как мы сделали этот венок, и поняла, что ни одна люстра в доме не удержит то, что я придумала. Ну, и таким образом, из одного украшения я скомпоновала три. Ветки мы собрали в венок и укрепили нитками на местах сгибов. Поскольку люстры, как я говорила, не внушили мне доверия, я решила повесить его на стену на кухне и дополнила чуть-чуть летучими мышами, потому что голый венок смотрелся, как по мне, достаточно пустовато. А мышки у нас, кстати, уже были вырезаны в том году, и вот те, которые на венке, это, короче, прошлогодние мыши, которых я нашла в коробке со всякими украшениями для Хэллоуина. Шаблоны мышей у меня тоже остались, и на мое удивление, они даже были нарисованы на бумаге, поэтому мы их просто вырезали, ну, вырезали еще чуть-чуть больше мышей. Вот так вот у меня все легко и просто получается в этом году. Мыши мне нужны были не только для венка, поэтому их и так много. Как я и говорила, мыши должны были разлетаться от венка, но я решила приспособить примерно в то же место, где я изначально и хотела, они пошли разлетаться от люстры в коридоре. Кстати, получилось довольно прикольно. Я даже не ожидала. В голове это было прям феноменально, как-то эпохально, как-то... Ну, короче, очень круто смотрелось у меня в голове, и я боялась, что на деле получится какая-нибудь хрень. Ну, в следующем году я хочу переделать, в этот раз у меня не было под рукой лески, все-таки лучше такие штуки лепить на леску, потому что нитки очень заметны на потолке. Да, вообще где угодно нитки заметны, поэтому вариант с леской. В том или позатом году я делала украшение на люстру с леской. И вот оно, кстати, очень круто смотрелось. Ну, нужно было вглядываться, чтобы понять, что мыши вот на чем-то таком висят. В основном в прошлых годах украшения концентрировались на моей спальне. Какое-то время у меня просто и рабочая зона была в спальне, поэтому я вот всю жизнь проводила, грубо говоря, в одной комнате, а в этот раз я разбрелась, короче, по всей квартире и решила распространить влияние Хэллоуина на кухню и на коридор. Еще одно украшение для коридора очень экспериментальное. И в следующем году я тоже планирую его немножко переделать, но в целом получилось прикольно. То есть, ну, типа, идея мне зашла. Исполнение хочется лучше. Как-то раз на прогулке с Карой я увидела брошенную картину в приятной внешней раме. Ну, в целом, ну, нормальная рама, короче. Конечно, я приперла ее домой. Вы бы видели эту картину. Я, короче, только после болезни еле стою на ногах, веду собаку, которая хочет туда-сюда. А я такая, блин, пожалуйста, не надо. И мы видим мусорку. Она, конечно, хочет захавать какой-нибудь мусор. А я вижу эту картину и понимаю, что мы в падовой ситуации, потому что мне нужно зайти на мусорку. Но если мы зайдем на мусорку с собакой, то она обязательно ухватит что-то с собой. Намордника я, конечно, с собой не взяла. Зачем она на короткую прогулку? Я, вообще-то, болею. Мы только в туалет вышли. Я, короче, смогла обмануть ее. Оставить ее чуть-чуть позади, подбежать, схватить эту картину. И она оказалась, сволочь, очень тяжелой. Я не думала, что вот эти вот, ну, подделки, но это не настоящая картина, это какая-то печать. Ну, практически у всех в доме висели какие-то такие штуки. Ну, родители очень любили покупать такие вещи. Ну, по крайней мере, я знаю, что у моих родителей висели такие штуки, у моей бабушки висела такая штука. И, кажется, у знакомых моих родителей тоже висели подобные картины. Ну, короче, дефолтная картина. Я не ожидала, что она настолько тяжелая, потому что там как будто бы закос на холст, там есть какая-то текстура, и мне кажется, все из-за нее, потому что рама, судя по всему, ну, она как бы не деревянная. Это не дерево, это как будто пластик какой-то. Но при этом она тяжелая. Ну, ладно, не суть. И мы пошли домой, поднялся ветер, и меня просто начало моталять с этой картины, потому что она огромная, ловит на себя поток ветра, разворачивается, хреначит меня по ногам, по спине, по всему, короче. Еле дошла, вот, честно. Но я бы держала в голове это украшение и понимала, что нам надо. И мне очень повезло, потому что я думала, что придется ехать на барахолку за какой-то старой рамой или картиной, ну, такой, типа, напечатанный, не настоящий, конечно. Не хотелось бы портить настоящую картину. Короче говоря, мы покрасили ее в черный цвет. Это так было задумано. Мы просто взяли баллоны и захреначили всю картину вместе с рамой. Для чего нужно было перекрашивать холст, я сейчас как бы, ну, вы сами сейчас все увидите. Потому что дальше самое интересное. Я решила вылепить скелеты, которые будут плавать в этой картине. Навыки лепки, мне, честно говоря, так себе. Я над ними постепенно, потихонечку работаю, как вы можете заметить. В рилстах иногда показывала, что я люблю, или, ну, там, и вам показывала, что я люблю в целом-то. Кстати, в Телеграме можно посмотреть оперативно, что иногда вылезает из моих очень умелых ручек. Поэтому подписывайтесь на Телеграм. Ссылка в описании к этому ролику будет. Короче говоря, да, возвращаясь к тому, что навыки лепки у меня не очень, я думаю немного прокачаться, попробовать переделать это украшение в следующем году, потому что я понимаю, что, ну, там как бы и анатомия хромает. В целом можно было это получше сделать. Ну, в общем, части скелета на следующий день отвалились. Не то, чтобы я сильно рассчитывала, что глина намертво прилепится на холст, но, честно сказать, надежды были. Ну, вот такой я человека до последнего надеюсь. Чаще всего надежды не оправдываются. Поскольку я сама не очень верила в свою затею, я вообще не сильно расстроилась. Это, кстати, плюсы. Не особо верить в свои затеи, но продолжать их делать. И с утра я просто посадила все элементы на клей. Ну, гениальное изобретение человечества. Почему не воспользоваться этим? Я, короче, вот поняла, что это немножечко провал, да, но я хотела запечатлеть идею на этом видео, потому что я знаю, что скелеты я буду переделывать довольно долго, поэтому я как бы собрала все для вас, ну, вот как есть, да, по-честному. Ну, фигня получилась, фигня. Ну, прикольно, прикольно. Поэтому я решила вставить это в это видео и показать вам, что я наделала. Тем более мы повесили на визит. Ну, так, прикольно. Прикольно. Короче, я сверху покрасила элементы, которые должны были как бы выплывать черным акрилом, и сверху у меня лежал акрил флоресцентный. Короче, светит. На этом мы телефон прислоняли, прикольно. Вспышку можно прислонить, и там будет светиться кусочек. Вот, я покрасила все выпирающие части скелета, чтобы он как бы светился, вылезая из картины. И вот так вот я приготовила свою большую хэллоуинскую картину. Про комнаты я, конечно, тоже не забыла, но у меня тут и так довольно неплохая композиция из моей маленькой коллекции фигура. Поэтому я мало чем стала добавлять. У нас есть гирлянды из фикс-прайса и тыквы старые из фикс-прайса. Ну, как будто бы немножко не мой стиль, но при этом я их почему-то очень горячо люблю. Не знаю, может, потому что они у меня уже кучу лет стоят и уже сроднились с этой квартирой осенью. И мне очень жаль, что в фикс-прайсе больше не продают какие-то новые украшения прикольные. Там теперь много каких-то милых тыковок, чашечек, тарелочек, какие-то там подушечки тыквенные. Ну, вот прям хэллоуинского чего-то прикольного нет. Какие-то старые задрипаны паучьи тарелки, которые там четвертый, а то и пятый год лежат. Гирлянды, да, гирлянды тот, но, насколько я знаю, сейчас тоже продаются только тыквенные гирлянды с обычными тыквами. А вот у меня есть раритетная, где у тыкв прорисованы мордочки. Вот это тру, я считаю. И, кстати, эти гирлянды живут, ну, по-прежнему живут уже много лет, так что я искренне рекомендую. Если у вас в фикс-прайсе лежат эти гирлянды, вы думали купить их, но боясь, что они не прослужат нифига, я рекомендую. Правда, будьте аккуратны вот с этим батарейкоприемником, потому что я расфигачила парочку, и теперь, ну, немножко неудобно с этими батарейками могут вылетать. Да, короче, в комнате я оставила вот эту композицию под телевизором, где стоят мои любимые фигурочки. Мне еще и подарили руку из Вензды недавно. Не так давно, недавно, это на Новый год. Но это недавно, в целом. Разложила гирлянду. Я хотела на телевизор как-нибудь прикольно повесить, но, к сожалению, не удалось зацепить, так что я разложила ее. Вот, было бы круто, если бы дня Джейсон продолжал светиться, но, к сожалению, он уже помер. Что нетипично для Джейсона, но можем смахнуть это как бы на то, что умерла просто батарейка, и в такой сырости, походу, эта штука не будет работать. Короче, что-то инженеры подкачали, не додумали эту мыслю. А в целом идея эта прикольная с Джейсоном в колбе. Последнее, что я сделала, это та самая паутина с пауками, про которую я говорила в начале. То, что я хотела нацепить как бы на венок, мы сделали в качестве занавески. Тем более, у нас проблемы с занавесками на кухне. Но у нас есть липучка для вот этой вот штуки, как вы скажите, я скажу. Типа вот есть занавески, а поверх них еще сверху, ну типа гардина, не гардина. Нет, гардина, это что-то другое, да? Ну, в общем, там есть на... Я опять все слова забыла. Короче, на месте, где крепятся занавески, там есть липучка как раз вот для этой вот штуки. И мы туда нацепили марлю, обрезали край ножницами, чтобы сделать более такой запущенный вид. Дальше я пошла играть руками, растянула ее, короче, сделала максимально такой леповатый вид, чтобы это было похоже на такую заброшенность, что ли. И поверх налепила много паучков. Кстати, паучки это единственное, наверное, что я купила из таких полуготовых украшений на Вайлдберсе в этом году. Ну, потому что столько пауков за мало денег. Я взял. У нас еще и куча пауков осталась, кстати, можно их еще куда-то разбросать. Мне вполне нравится, что получилось. Но я уже придумала, как можно будет усилить в следующем году. Так что в следующем году я доведу все эти украшения до идеала и сделаю новую. Господи, какой ужасный выпуск в этом году. Но я, в принципе, рада. Мы классно повеселились, пока все это делали. Квартирка теперь атмосферная. Я попробовала что-то новое, размял свои руки, не только что рисовать. Так что берите идеи, делайте лучше и делитесь со мной в Телеграме, в комментариях. Я буду очень рада видеть, если у вас какие-то мои идеи получится адекватнее, чем у меня. Шансы у вас большие, как вы видите. Спасибо большое за просмотр. Мы увидимся совсем скоро в следующем видео. Пишите, какое украшение получилось наименее кринжовым. Всем пока!